И другая контрастно-полосатая команда Ювентус победила в родных стенах. Соперник киевлян в весеннем четвертьфинале Лиги Чемпионов вытер ноги об аутсайдера Эмполе. Всю игру сделал интернациональный дуэт Зидан Дальпьера. Француз три раза отдал, атальянец три раза забил. Детище Липи сейчас в полном порядке. 3-0 был на табло уже к 27-й минуте. И туринцы просто начали отрываться на поле в свое удовольствие. Причем, в отличие от Интера, на качество игры старой сеньоры не повлияло отсутствие ключевых игроков Дишамо, Песота и Монтеро. Правда, дебют Давидца отчасти скомпенсировал эту потерю. Со всех гостей в одиночку отдувался вратарь Ракати, сумевший даже взять в нижнем углу пенальти от Дальпьера. И выдушевив тем самым своих полевых игроков. Словенец Флорьянчич удачно выстрелил с удаленного штрафного на Дальпьера в самом начале второй половины, сделал разрыв в счете прежним. На счету туринской десятки теперь стало 10 голов, и он обошел в споре снайперов Рональда, уступая только Бетестуте. После этого игра замерла на время и оживилась только в концовке после замен. Когда и Спозит и Давидца в течение четырех минут обменялись голами. Причем и тому, и другому откровенно повезло. Пальюка едва не повторил мини-подвиг Ракати, а Давидца штрафного явно целился в угол, противоположный тому, в который залетел в итоге мяч. 5-2 победив, Ювентус продолжил беспроигрышную серию в чемпионате до 20 матчей. И теперь дышит Интеру в спину с расстояния всего в один шаг. Главная сенсация после 13 туров чемпионата Италии – третье место Уденезе. Отрыв удинцев от лидеров Интера и Юве неправдоподобно мал.